1 июля в стране отмечается День архитектуры. Но вот есть ли что отмечать? Архитектурные шедевры с года в год ветшают, а супермодные высотки при всей своей высотности до европейских стандартов не дотягивают. О контрастах отечественного градостроительства Лина Зеленская. Киев, некогда утопавший в зелени парков и скверов, сегодня превратился в каменные джунгли и город контрастов. Ультрасовременные застройки из стекла и бетона нависают над ветхими домами с обшарпанными балкончиками. И многие из этих старинных зданий – архитектурное наследие столицы. Но чтобы оно все-таки дожило до наследников, нужны инвестиции, говорят эксперты. Да и новейшие проекты сейчас абсолютно непродуманны. Весь мир, опять же, цивилизованный мир, сегодня старается создать что-то более экономичное, более прогрессивное. Есть такое понятие, как зонинг, который у нас, к сожалению, пока еще не принят. Что такое зонинг? На основании разработанного, утверденного генерального плана города, разработанного план зонирования, который определяет функции, параметры на конкретные участки. Это однозначно озеленение и оформление крышного пространства, чтобы там могли отдыхать люди. Зонинг – золотое правило для архитекторов Великобритании, Бельгии, Голландии, закрепленное законодательством в этих странах. Разрешение на застройку можно получить только при наличии в проекте нового жилого дома «зеленой крыши». Есть такое понятие «смарт-сити», «смарт-город», когда в мире есть уже несколько примеров, когда инновационные технологии, тотальная компьютеризация практически управляет всеми процессами, которые, опять же, создают комфортные условия жизни. Это использование солнечной энергии, это обилие зеленых насаждений. Сегодня люди покупают не квадратные метры, а образ жизни, говорят архитекторы. И здесь, прежде всего, учитывается наличие парков и мест для отдыха. А сейчас даже за всемирно известными каштанами на Крещатике никто толком не ухаживает. Я сколько раз бываю на Крещатике, я никогда не видел, чтобы под деревьями была мокрая земля. Если бы их поливали, с ними доглядали, если бы насыпали соль в зиму. Киевляне пока только вспоминают о былой роскоши каштанов и мечтают об эко-городе. Больше пространств, где можно спортом заняться, отдохнуть, полежать. Вот мне такого хочется. Нужно, чтобы у нас было больше велосипедных дорожек и парков. И детских майданчиков, также дерев, да, позеленило как-то место. Лина Зеленская, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер.